Власти обещали мне амнистию, но завели новое уголовное дело. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как в Таджикистане. Если ты уж не угоден властям, то это клеймо на всю жизнь. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Бывший политический активист Сабир Валиев подтвердил, что генпрокуратура Таджикистана возбудила против него новое уголовное дело. Сабир Валиев, бывший замглавы запрещенной в Таджикистане группы 24 и оппозиционного конгресса конструктивных сил, в 2020 году вернулся на родину. Тогда на своей странице в фейсбуке он сообщил, что таджикские власти закрыли возбужденное против него уголовное дело. Многие сторонники оппозиционных сил, находящихся за пределами Таджикистана, объявлены в розыск. Однако сами они заявляют, что власти их преследуют по политическим мотивам. Сабир Валиев говорит, что после закрытия властями уголовного дела он перевел свой бизнес в Таджикистан в компании Девари Джахон, которым руководит Сабир Валиев, работают 30 человек. Сабир Валиев 26 апреля подтвердил, что против него вновь возбуждено новое уголовное дело по более 10 статьям Уголовного кодекса Таджикистана. Сейчас бывший политический активист находится под подпиской о невыезде. Власти Таджикистана ранее обвиняли Сабира Валиева в преступлениях по статьям 307, часть 2 и 307, часть 1 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, публичные призывы к экстремистской деятельности и созданию экстремистского сообщества. 20 февраля 2020 года МВД Таджикистана сообщило Валиеву, что расследование уголовного дела против него прекращено на основе статьи 234.235 Уголовно-процессуального кодекса и статьи 34.74 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Генеральная прокуратура Таджикистана, как было отмечено в письме правоохранительного ведомства, также дала добро на амнистию бывшего оппозиционера. Как вы относитесь к такой ситуации? Сначала они его амнистировали, чтобы он перевез сюда свой бизнес и платил налоги, а потом будто бы вспомнили о том, что он делал, и теперь решили посадить его за решетку. Как вам такое? Сабир Валиев рассказал, что власти преследуют его близких родственников и коллег, начиная с сентября 2020 года. Сотрудники прокуратуры ворвались в мой рабочий кабинет, забрали все финансовые и другие документы, а вскоре после этого возбудили против меня и моих подчиненных уголовное дело, сказал бывший оппозиционер. По его словам, он и четверо сотрудников компании обвиняются в подлоге, мошенничестве и экстремизме. Сабир Валиев отвергает выдвинутые обвинения. Крайне стало известно, что в марте Сабира Валиева отвезли в Генпрокуратуру Таджикистана и допрашивали в течение 16-17 часов. Сабир Валиев в телефонном разговоре 26 апреля подтвердил эту информацию. «Да, около двух месяцев назад меня задерживали во время ужина в ресторане. Неизвестные, не представившись, на глазах у друзей заковали меня в наручники и насильно посадили в машину. Я спросил причину задержания. Мне ответили, что это распоряжение сверху, и они всего лишь выполняют свою работу. Спустя 20 минут я оказался в управлении борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры Таджикистана. В течение часа меня охраняли пятеро сотрудников ведомства. Потом в кабинет зашел некий человек, который представился сотрудником управления фирузом Сераджидин Зада. Он показал мне официальную бумагу, в которой было написано, что против меня возбуждено уголовное дело по более 10 статьям Уголовного кодекса. Сераджидин Зада потребовал, чтобы я подписал протокол о задержании. Я отказался, и он ушел. На следующий день в 15.00 ко мне зашли следователи Генпрокуратуры и следователи МВД с целью допроса. Я заявил, что отвечать на вопросы в присутствии Халова я не буду, поскольку в 2020 году он был отстранен от расследования возбужденного против меня уголовного дела по статье 340 Уголовного кодекса Таджикистана. В течение нескольких часов допроса я находился в наручниках. Я спросил, почему они так поступают с человеком, которого знают в стране и за его пределами, на что получил ответ. Это распоряжение руководства Генпрокуратуры. Я напомнил Гульчехре Алимардон, что звонил ей несколько раз, чтобы разъяснить создавшуюся ситуацию. Однако она ни разу не пригласила меня, а вместо этого меня грубо задержали, чтобы устроить допрос по распоряжению руководства. После допроса меня отпустили, но, правда, под подписку о невыезде. После этого допроса меня в Генпрокуратуру больше не вызывали. Прошло почти два месяца, и никто мне ничего не говорит. Мне запрещено зайти в компанию. Все свои служебные командировки за пределы Таджикистана я отменил за подписки о невыезде. И несколько раз написал письма руководителю следственной группы уважаемому Джамшеду Мирзаханзада. Ответа не последовало. Два года назад против меня было возбуждено уголовное дело по статье о подлоге. Тогда дело закрыли из-за отсутствия улик. Сейчас, как стало известно, следователи вновь ведут следствие в рамках этой статьи. Я недавно прочитал в соцсетях у заявлений генпрокурора Исуфа Рахмона о том, что основной задачей правоохранительных органов является предотвращение и профилактика преступлений, а не заключение в тюрьму всех подозреваемых. В настоящее время продолжается судебный процесс по делу четырех наших сотрудников, в том числе исполнительного директора Никруза Табарова, его адвоката, а также аудитора компании. Их обвиняют еще и в экономических преступлениях. Насколько мне известно, доказательств вины у прокуратуры нет. У меня есть все документы и видеоматериалы, доказывающие мою и их невиновность, но руководитель следственной группы отказывается приобщить их к материалам уголовного дела. Я очень надеюсь, что уважаемый Исуф Рахмон, прочитав мое письмо, все-таки примет меня и распорядится о беспристрастном изучении находящихся у меня доказательств. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, получится ли у него доказать свою правоту? У нас пока на этом все, оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!